Мы находимся у реки Солоча, вдоль берегов которой гулял сам Константин Георгиевич Паустовский. Он описывал ее так, я зачитаю. Солоча – извилистая неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи изей. Вода в Солочи красного цвета. Такую воду крестьяне зовут суровой. Неизвестно, что бы написал Паустовский сейчас, учитывая, как выглядит речка. Но вот этой самой машиной обещают воду ее расчистить. Маленький земснаряд пока стоит без дела. Участок этот называется условно второй площадкой. Работы же ведутся на первой. Задача такой машины – убрать ИЛ со дна и привести в порядок прибрежную зону. В этом году стоимость работ почти 70 миллионов рублей. В следующем добавят еще 46. Расщедрился федеральный бюджет. Контроль за природоохранной прокуратурой. Нарушения есть. Было установлено, что к началу нерестового периода работы на объекте велись. В связи с недопустимостью ведения работ в Русской реке в период нереста, это до 10 июня, природоохранной прокуратурой подрядчику было объявлено предостережение о недопустимости ведения работ в указанный период с целью недопущения негативного воздействия на водные биологические ресурсы. После грозного оклика прокуратуры подрядчик расчистку временно приостановил и организовал две площадки для складирования грунта. Сейчас здесь вовсю достают затопленную древесину. Заинтересовалось ведомство этим подрядом, кстати, не просто так. Это уже вторая попытка расчистить Солочу. В прошлом году, как заявила министр финансов региона Марина Наумова, подрядчик не справился. Но какие-то деньги все равно получил. Сейчас нашли нового. Денег даже добавили. Нацпроект все-таки. Очистку, согласно паспорта объекта, должны завершить в ноябре. Впрочем, здесь есть нюанс. На следующий год финансирование тоже есть. Так что ноябрь, вполне вероятно, дата не конечная. Осваивать деньги здесь, видимо, будут до последнего. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.